Музыка Свист от всех наверх, большие и маленькие любители крупных карибров С вами сегодня Александр Петров, он же Тури И я представляю вам бой из ранговых боев Вообще он в принципе достоин того, чтобы стать боем за первый ранг Но тем не менее это не совсем первый, мне еще до первого остается здесь 4 звездочки Хотя вы все знаете, что первый ранг все-таки я уже взял Но наверное вот этот бой был одним из самых сложных и самых потных в ранговых боях Вообще этот ранговый сезон выдался достаточно напряженным Ну и в общем-то я задался целью взять первый ранг И смотрите как же это происходило Несмотря на то, что это уже высшая лига и в принципе уже как бы не может быть вопросов На какую же точку все-таки идти Все равно какие-то товарищи пытаются упороться в район точки А Ну и в общем вы знаете чем это обычно заканчивается Я же верен своей команде Отправляюсь на точку Б Цветить, бросать торпеды И помогать нашим линкорам против вражеских эсминцев Ну и тут совершенно неожиданно обнаружено Что не только среди нашей команды попадаются оригиналы Но еще и вражеская басковица отправляется на нашу точку Б Ну и в общем-то успешно попадает под огонь Не только мой, но и еще другого эсминца Который следует за мной Но тем не менее успеваю агрессии достаточно много урона И сдаю дымы и пытаюсь отойти назад Чтобы в общем-то лишний урон не нахватать Но тем не менее Немножко я успел по басковице накидать И подсветить И это здорово Здесь совершенно замечательно удается мне Спастись от торпед басковицы Впрочем если бы даже они и дошли То по мне бы все равно не попали Потому что удалось мне вывернуть Конечно симс в этом плане просто фантастический Я переношу свой взор в сторону точки А Что же там происходит Я вижу махана с половиной хп Совершенно очевидно что он уже успел с кем-то постреляться Или поймать торпеду Ну и кто же Ага вот он обидчик Это Киев который тоже уже половинчатый Я принимаю решение открыть огонь Вместе с этим разворачиваюсь В надежде на то что не успеют меня зафокусить Но тем не менее Меня все-таки узнали в чате И поэтому я знаю что Некоторая часть фокуса будет мне доставаться чуть-чуть больше чем через край Естественно колорадо загоняет меня достаточно болезненный урон С крытом движка И у меня остается уже практически меньше половины хп Это конечно неприятно Пока наш основной ордер закрыт дымами Я хочу помочь все-таки нашему махану разобраться с Киевом Поворачиваю в ту сторону В надежде что я все-таки успею по Киеву пострелять Но тут происходит достаточно неприятная вещь Механ ловит торпеды И сразу же за ним уходит бласковица И это честно говоря Достаточно неприятно Потому что у нас остается всего 5 кораблей Против 7 кораблей противника Ну и что мне остается делать Естественно идти в сторону Киева Хотя это очень и очень опасная смельница С точки зрения орудий главного калибра Достаточно быстро может он разобрать Симпсон Но и все-таки у меня есть определенное количество хп На которые я могу рискнуть И в общем собираюсь я это сделать Иду вперед Чтобы все-таки хотя бы может быть Киева забрать Выясняется что этому Киеву остается практически одна победа Уже до первого ранга Он просит типа Тури давай уступи Все дела Но вот вижу я что стоит он в дымах И стреляет Не могу его отпустить просто так И начинаю пытаться выцеливать его Он естественно меня здесь не видит Потому что подсветить то некому Ну и вот засвечивается Киев Он находится по другую сторону дымов от меня И расположен кормой Поэтому здесь у меня есть шанс того Что просто он не будет по мне стрелять Я его успешно минусую И забираю себе наконец-то первый фраг Не потеряв лишних хп Ну и что же там впереди Там впереди маячит шотный колорадо Конечно забрать я его из своих пушек не успею Но тем не менее я вижу возможность Зайти на точку Б И попробовать ее поконтролировать Попробовать ее взять Пока счет все-таки не в нашу пользу Нужно что-то делать Я потихонечку иду вперед Держа палец на дымах В надежде на то что не засветит Меня здесь особо никто Вроде как бы эсминцев не видать И оп Какая неприятность Прямо у меня перед носом механ Я моментально сдаю дым Понимаю что если меня сейчас заметят По мне будут палить просто все Открываю огонь Все равно что мне было видно Ну и начинаю принимать урон Да к сожалению механ все-таки по мне попадает Но вроде бы ухожу я назад Думаю что же делать Сбрасываю два веера торпед Не особо надеюсь там в кого-либо попасть Потому что сами понимаете Торпеды носились очень слоупочные Ну и теперь какая моя основная задача Развернуть корабль таким образом Чтобы вот все торпеды которые Механ может быть сбросил Да черт кого я обманываю Конечно он сбросил торпеды Вот чтобы они в меня как минимум В общем их зашло Ну может быть Может быть и не зашли Есть такая надежда И вот Посмотрите засвечиваются торпеды Казалось бы не так страшно Но две торпеды идут практически рядом И чуть-чуть-чуть не задеваю кормой Посмотрите попадают три торпеды В эсмин с противника Забираю я механа Это отлично подвезло Просто подвезло И прям целых три торпеды поймал А нет смотрите он поймал две торпеды А третью поймал Киев Который моментально становится шотным Тут у меня рядом Настя кричит Стреляй стреляй И я добиваю Киева Таким образом два эсминца отправляются на дно Остается только одна блысковица Ну и в общем-то этим я делаю себе Большой большой плюс Потому что жить то станет легче Жить станет веселее Когда на два эсминца у противника стало меньше К сожалению наш миока оказывается слишком близко к кораблям противника И его уничтожает Счет становится 4-4 Это в общем-то неплохо Но у противника достаточно много целых кораблей У них колорадо практически отхилился Ну конечно не до фула Но в общем достаточно неплохо похилился И что же я делаю Я успешным образом все-таки забираю точку B И что я делаю этим Этим я делаю тем Что очки начинают капать нам с удвоенной скоростью А противнику не достается ничего Естественно корабли вражеские красненькие Пойдут исправлять это недоразумение Пойдут брать точку B Я это прекрасно понимаю Ну и в общем ни с кем из них Мне в открытом бою встречаться совершенно не хочется Я убегаю Ну а пока я убегаю Могу совершенно безнаказанно популять по колорадо Который с кем-то перестреливается Постараюсь в общем-то сильно не светиться Уйти за горочку Но тем не менее Почему не пострелять Куда-то же надо снаряд пристроить Бросаю взгляд на карту И обнаруживаю ваншотную бласковицу Рядом с которой Киев Надеюсь что Киев все-таки эту бласковицу заберет Это было бы очень и очень большим плюсом Но к сожалению нет Киев отправляется на дно И у противников становится на один корабль больше Я понимаю что бласковица далеко И попасть как вы понимаете из этих орудий Из симсовских очень и очень сложно Потому что траектория очень и очень Такая навесная Но бласковица совершает ошибку Она пытается уйти обратно за остров И вот мне кажется именно вот это Вот является большой ошибкой Потому что набросить на нее мне все-таки проще Но тем не менее За счет того что траектория Не очень удачная Везет ей И за остров она все-таки убегает Ну и я что делать Не буду бросать Вражеский Колорадо Один Вражескому Колорадо Присылаем еще урон Чтобы он не скучал Поливаем его Избрансбойтика Моем его Чистим Близь Ну естественно я стою в этот момент в дымах Чтобы лишний раз насветиться Ну и сбрасываем немножко торпед Моноход Вдруг что Колорадо сопротивлялся целую минуту Но все-таки Все-таки Затонул И это конечно здорово Счет становится 3-3 Но противник начинает брать точку А и практически захватывает Я понимаю что Там пенсакола Не надо что-то с этим делать Но тем не менее Взглядом ему откроется Нагата И я в общем-то тоже туда Начинаю подбрасывать фугасики Ну а на пенсаколу отправляю Торпеды Засвечивается на секунду Блазковица Но моментально уходит В дымы Прячется Естественно я стараюсь Ее там как-то выцелить Но Опять же Как я уже говорил На этом расстоянии Сделать это очень-очень сложно Несмотря на героическое сопротивление Практически как у знаменитого Варяга Наш союзный Колорадо Все-таки Отправляется на дно Ну а вражеский Нагата Пытается захватить Нашу базу На секунду Засвечивается Блазковица Пытаюсь набросить По ней Попасть 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 Но опять же Никак не удается Мне сделать это Из своих Орудий А тем временем Нагата противника Пытается забрать Нашу базу И тем самым Не дает нам Очков Вообще Бой идет Ноздря в ноздрю Потому что В любой момент Может случиться Все что угодно И в общем Я стараюсь Чтобы это все что угодно Не произошло И пытаюсь забрать Нагата Вот Нагата это Чует и понимает Ну и в общем У него сильно выбора На самом деле нет Потому что Если не он То кто еще Будет забирать базу Ну что Дамы и господа Кажется Бой уже Практически Выигран Правда Вот ХП У нашего Нагата Остается Совсем Мало И это Конечно Печально Если учесть Что он еще И горит И к нему Идут Торпеды Ну а у меня Как сами понимаете Четыре фрага И очень Не хватает Пятого Поэтому я Жду Когда же Все таки Засветится Блосковица И Вот Дамы и господа Я стреляю Всякими Разными Способами Попадаю И все таки Забираю ее Получаю Своего Кракена Ну и теперь Мне остается Ну это не первый ранг Не первый Еще три звезды Но честно говоря Эти три звезды Дались мне все таки Немножко полегче Чем этот бой Пожалуй Этот бой был Самым Самым тяжелым Дамы и господа Туре Ранговые бои Прошел Первый ранг взят Миллион удовольствия Получен Ну и пожалуй Это наверное был Самый-самый Потный ранговый бой Подпишитесь на канал Поставьте лайк Увидимся с вами В рандоме С вами был Туре Пока-пока